Попытка, прорабатываем работу в переоральной области, она комплексная обычно, в данном случае мы не говорим, допустим, про губы, про переоральные морщины, мы говорим конкретно носогубная складка, нормальные заломы, вы видите, не спускаются в район губы подбородочной складки, то есть работать будем, первый этап это сепарация, вот морщины, потом заполнение грушевидной ямки, вот, вот примерно я заполняю до этого уровня и дальше морщина улыбки уже просто прокапывается в техника бланшинг, беревитализантом, ну кто каким работает, беревитализант и сепарацию в принципе можно повторять, ну это может быть и 3-4 раза, для того чтобы улучшить картину приблизительно на процентов 50-70, ну то есть за раз не получится, работаю в этой зоне средней плотности филером и никогда не выкладываю его, и не выкладываю его много, то есть пока человек лежит визуально практически ничего не изменилось, то есть отсепарировали, выложили сюда филер, филер у нас немного, но нужно было заполнить хоть немножко, вытолкнуть нижний край губки, губы подбородочной складки, вот это вот место, куда закладывается морщина, она идет вот сюда, аж под нижнюю лубу, поэтому мы взяли обычный хиарон, беревитализант и этой же конюлей проложили вот сюда вот 3 вектора, то есть пока человек лежит, понятно, этого не видно, когда человек садится, при разговоре закладываются морщины, вот особенно видно хорошо с этой стороны, сейчас не видно, я уже заполнила, поэтому не сильно видно, ну теперь техника планшинг, так проложили по 3 трассы биревитализантом, если мы улыбнемся, мы посмотрим, что вот эти морщины называются рыбьи морщины, поэтому я категорически против того, чтобы эту зону обрабатывать коллагеностимуляторами, я работаю ее только, если мне нужно, если там что-то когда-то лежало, обязательно ферментотерапия в начале коллагеназы, при отеках можно коллагеназу с гиаронидазой, с липазой, это отдельная тема для разговора, то есть обрабатываю коллагеназа и потом прокалываю, ну каким-то низкомолекулярным биревитализантом, можно хиароном, ну в общем, что у вас есть на основе гиароновой кислоты и чередую это, если это возраст 50+, например, с экзосомами, вот это как бы идеальная работа, условно при пожеванной коже, если можно так сказать, вот в этих местах, при заломах, то есть это комплексная работа, еще раз, сепарация, филер, рушевидная ямка, бланчинг, 1, 2, 3 полосы и работа с губоподбродочной складкой, можно любым биревитализантом, потому что динамически активная зона, здесь плотный филер или вообще филер, если филер, то только мягкий, и только сидя, сейчас мы работали обычным хиароном, это плотный биревитализант, вот такая у нас картина получилась, ну и это понятно, что нужно повторять, если филер вы можете позволить средней плотности, 8, 9, 10 месяцев приблизительно, ну минимум раз в году, то биревитализант и сепарацию придется, и биревитализацию этой зоны, щечной зоны придется повторять, так, обычная моя базовая разметка, значит, это мы прокапывали перед этим бланшем и биревитализантом, здесь выходит супра-трахлярис и супра-орбиталис, поэтому филером, если и работает, то только конюли, центральной части оба, значит, так, идем к таксину, сводим бровки еще раз со всей силы, ну понятно, что он еще не совсем отпустил, но так как человек уезжает и будет непонятно, когда зимой, то приходится повторять условно через, ну в данном случае можем было ждать еще месяц-полтора, расслабились, то есть будем работать меньшими дозировками, просто допустим не три на выходе, одна, там две на выходе, одна, одна, по 0,5 поверхностно, то же самое с этой стороны, поднимаем бровочки наверх, да, здесь мы просто 0,5, 1, 2, 2, 0,5, здесь по 0,5 и вот это вот в разведении 1, галочки в разведении 1 к 3. Так, мы видим, что у нас одна бровь выше второй, поэтому я поставила дополнительных пару точек под левую бровку и поставила волосицы части головы, собственно говоря, видно даже высота оба справа и слева разница. Всегда оставляю, когда работаю с носогубками, там допустим, не важно с чем я работаю, я всегда оставляю там 0,2, 0,3 препарата, для того, чтобы всегда одна сторона, скажем так, более приподнята, вторая больше аптозирована и ту сторону, которая, где больше выражен кратер, я ставлю буквально две точки, ну у меня просто на больше не хватит, то есть целый филет что-то не может позволить себе, поэтому вот я остатками препарата буду сейчас маскировать кратер. Нужно понимать, что это чисто просто маскировка, когда мы прерываем эту морщину, у вас получается визуально, когда на человека смотришь, не треугольник, особенно когда человек опускает голову и свет падает сверху, да, получается ровненький полукруг. Я поставила буквально, ну у меня вообще препарата практически не было, тем более, когда ты берешь, у тебя вроде бы там 0,3, ты одеваешь иглу, и у тебя сразу пол деления уходит на иглу, то есть вот чуть-чуть, ну вот чуть-чуть, и сразу лицо как бы свежее стало, а препарата ушло 0,3, 0,25, ну тут две точки и тут две точки, да, вот так, ну и целиком вот такая картина. Субтитры сделал DimaTorzok